Добрый вечер, дорогие друзья! Я приветствую вас из виртуального концертного зала, который располагается в Доме творчества композиторов Вриппена, под Петербургом, на берегу Финского залива. Мне очень приятно, что собрался такой большой полный зал. Я вижу нарядно одетых дам, прекрасных кавалеров, элегантных. Я вижу галерку, как всегда там молодежь. По-моему, запаздывает Володя Розанов, который всегда приходит на мои концерты. Но у него уважительная причина. Дело в том, что Володя каждый день практически выступает в онлайн-проекте БДТ и, наверное, сейчас скоро к нам присоединится. Если немножко серьезней, то я, правда, очень рад предложению Кати Бочевар и галереи Гранд Солянка сделать вот такой стрим и сыграть что-то, и рассказать что-то. Дом творчества композиторов – это легендарное пространство. Сейчас мы находимся в 20-м коттедже, в котором жили очень многие знаменитые композиторы. Но среди них, наверное, главный для нас Дмитрий Дмитриевич Шостакович, который провел здесь много-много лет. Он первый раз приехал сюда в 1961 году, в год моего рождения, и уехал последний раз. Он был здесь в мае 1975 года, за несколько месяцев до своего ухода. О Шостаковиче и о тех произведениях, которые он здесь написал, мы поговорим несколько позже. А сейчас я хотел бы немножко рассказать вам об истории, как все это сложилось, вот это уникальное пространство коттеджное. Сразу после войны председатель Ленинградского союза, тогдашний председатель, композитор Василий Павлович Соловьев-Седой обратился с предложением высшей инстанции получить землю. И это предложение было услышано, потому что Соловьев-Седой был невероятно популярен как в народе, так и пользовался огромным уважением у чиновников, у номенклатуры. И существует такая легенда, что Соловьев-Седой сказал, это должен быть обязательно большой участок земли, потому что мы будем строить для композиторов коттеджи. А почему коттеджи, спросили начальники, ведь мы же строим для писателей пансионат, для архитекторов пансионат, это все здесь рядом. Почему композиторы должны жить в коттедже? Почему такая роскошь? И Василий Павлович очень остроумно заметил. Понимаете, это нужно для того, чтобы не списывали друг у друга. И так началось строительство. И в 1948 году дом творчества начал функционировать и постепенно обрастал коттеджами. И вот удивительное совпадение, друзья, коттеджей в итоге стало 24, то есть ровно столько, сколько тональностей в музыке. Здесь бывали замечательные люди искусства, не только композиторы. Здесь можно было встретить молодых Марину Влади и Владимира Высоцкого. Здесь была Элизабет Тейлор, которая приехала в Ленинград, в Советский Союз, для работы над фильмом «Синяя птица», музыку, к которому писал Андрей Павлович Петров. И Элизабет Тейлор захотела почувствовать атмосферу так называемой русской дачи, Russian дачи. И ее привезли сюда в восьмой двухэтажный коттедж. Она провела здесь день с обедом и осталась очень довольна. Многие, многие, не только композиторы были здесь. Об этом я тоже скажу позже. Ну а сейчас я очень благодарен за эту идею Кати, поскольку мы, музыканты, актеры, отрезаны сейчас от концертной сценической деятельности. И, конечно, мы рады любой возможности выйти на аудиторию и как-то проявиться. Мне приятно, что то, что мы сейчас здесь находимся, вообще мы должны поблагодарить Леонида Десятникова, который вовремя очень оперативно забронировал эту легендарную дачу и предоставил мне возможность здесь жить, заниматься, самоизолироваться. Кстати, самоизоляция, я недавно говорил об этом, это вообще на самом деле абсолютно естественная форма нашего существования музыкантов. Ну, композиторов в особенности. Примеров самоизоляции композиторов очень много. Я приведу только два. Петр Ильич Чайковский, которому Надежда Филаретовна фон Мек сняла «Виллу» во Флоренции, где в самоизоляции за 44 дня Петр Ильич написал «Пиковую даму». Или еще один пример. Густав Малер, который был выдающийся дирижер своего времени. Он руководил Гамбургской оперой, он руководил Венской филармонии, Нью-Йоркской филармонии. И, собственно, Малер-композитор – это три месяца в году, три летних месяца в году. Это была тоже самоизоляция в маленьком домике в Альпах, где, собственно, весь Малер и написан. Я приезжаю сюда, в 20-й коттедж, самоизолироваться перед новыми программами, перед какими-то новыми проектами, вне зависимости от карантина. Так получилось, что вместе со мной эти месяцы карантинные в Доме творчества проводит мой товарищ, замечательный композитор и чудесный совершенно человек Владимир Ранник, который очень многим известен, ну, прежде всего, наверное, по проекту «Проза» в электротеатре, за который Володя получил совершенно заслуженную «Золотую маску». И вот маленькая история перед тем, как я начну играть. Володя здесь очень активно работает и большой он молодец. Он пишет сразу несколько сочинений для разных заказов, но один очень симпатичный заказ, мне кажется, просто очень важный. Дело в том, что БДТ придумал такой проект, когда актеры, которые тоже находятся сейчас в самоизоляции, могут что-то записать у себя дома и послать на сайт БДТ. И это будет выложено, и таким образом у них будет ощущение, что они востребованы и что-то творческим осуществляют. И, конечно, в невероятное стечение обстоятельств Алиса Бруновна Фрэнглих сейчас записывает небольшие рассказы, она читает их, и Володя Ранник пишет к этим рассказам музыку. Ну, его пригласил Андрей Могучий для этого проекта. И уже первая работа для первого рассказа, который сделал Володя Ранниев, очень понравилась Алисе Бруновне, и даже при мне Володя разговаривал с великой актрисой, и что-то намечали дальнейшее настроение, какие-то изящества придумывали. И как-то я захожу в коттедж, который на другой части нашего Дома творчества находится, надо пройти практически через лес, туда далеко. Как-то я прихожу к Володе, и он говорит, вот я написал для Алисы Фрэнглих вот такую музыку, но что-то мне кажется, что она не прикладная, то есть она не фоновая, а она вполне такая, может быть, самодостаточная. Посмотри, я тебя сыграю немножко. Володя сыграл, я сказал, ты знаешь, тянет вот на сольную фортепианную пьесу, и ты знаешь, ну давай не будем мешать Алисе Фрэнглих читать ее замечательные рассказы, может быть, ты ее доделаешь, там, трехчастную форму, и получится какое-то законченное музыкальное сочинение. Так оно и получилось. Буквально через два или три дня Володя приносит мне вот эти ноты, которые сейчас стоят у меня на рояле, каллиграфическим почерком, написанную фортепианную пьесу, которую мы назвали «Вальс Триста», так же, как знаменитый «Вальс Триста», грустный вальс Яна Сибирьева. Неподалеку от 20-го коттеджа, вот я вижу из окна, находится пятый коттедж. И если этот коттедж мы называем условно коттеджем Шостаковича, то пятый мы называем коттеджем Белы Ахмадулина. Дело в том, что в середине 80-х Белохатна полюбила очень это место, она приехала сюда и прожила здесь с небольшими перерывами, ни много ни мало, шесть лет. Я очень хорошо помню, как Леонид Десятников представил меня Белли Ахмадулиной. Вообще, я ехал сюда, конечно, с невероятным трепетом, потому что прекрасно понимал, что на аллеях я встречу композиторов, музыку которых я сдавал в консерватории. И я знал, конечно, что за одним столом в столовой с Десятниковым сидит Белла Ахмадулина и приезжающий на уикенд Борис Мессерер, ее муж-великий художник. И вот представьте, с каким волнением я шел из Десятки, Десятников жил в Десятом коттедже многие годы, с каким волнением я шел в столовую, понимая, что я всех сейчас увижу. Но когда я увидел Беллу Ахатну, я, конечно, видел только ее, и вот Леня подводит меня за стол и говорит, Белла Ахатна, позвольте вам представить концертмейстер Московской консерватории Алеши Горибой. Белла Ахатна свой божественный профиль подняла, дала руку и сказала, «Здравствуйте, Белла из Москвы». Я, конечно, упал в уморок. Потом сложились теплые очень отношения. Пятый коттедж был всегда в цветах, веранда пятого коттеджа утопала всегда в цветах. В Белла Ахатне приходили разные гости, посетители. Она дружила даже с козой. Белла Ахатну полюбила коза, а коза полюбила Ахмадулину. Поскольку где-то здесь, на соседних участках, у кого-то была коза, она как-то пришла к Белла Ахатне и потом приходила многие-многие разы. Конечно, это подарок судьбы общения с Белла Ахатной и эти прогулки по заливу. Я сейчас прекрасно понимаю, что Белла Ахатна уводила меня с десятого коттеджа от Лёни, который работал тогда над вокальным циклом «Любовь и жизнь поэта», с тем, чтобы я не очень там светился и дал возможность ему сосредоточиться. Ну, то есть, грубо говоря, Белла Ахатна уводила меня на залив с тем, чтобы у Леони Таркадьевича была хоть временная, но самоизоляция. Здесь у нас замечательная дача, такая классика северного модерна. Ее называют «Дача вырубов». Она стоит прямо на берегу. И Белла Ахатна воспела ее в одном из своих стихотворений, которые потом составили сборник, который называется «Репинская тетрадь». И я всем советую прочитать это потрясающее стихотворение, которое называется «Дом с башней», которое начинается со слов «Дом, высприненный на берегу залива», где в таком большом, Бродский, кажется, называл это большое стихотворение, Белла Ахатна написывает как бы серебряный век и предвестие, надвигающиеся печали на всех его представителей. И сейчас я бы хотел поиграть немножко Микаэла Теревердиева, с которым Белла Ахатна была невероятно дружна. И Теревердиев написал знаменитый цикл свой вокальный для Зары Долухановой, который так и называется «Вокальный цикл» на стихи Белла Ахмадулиной. Есть замечательная запись «Теревердиев за роялем», Белла Ахатна читает «По улице моей, который год». Я просто знаю точно, что среди тех, кто сейчас слушает нас, есть огромное количество поклонников музыки Микаэла Леонидовича. И я буквально вот несколько фрагментов его музыки сейчас вам сыграю. Это импровизации для фильма. Теревердиев очень часто работал с режиссерами так. Он брал какой-то кусок, которому нужно написать музыку, приходил в тон-отелье «Васфильма», «Газ, свет», «Лампочка на рояль», «Экран». И Микаэл Леонидович смотрел тот кусок, который режиссер означал для музыкального сопровождения. И Теревердиев импровизировал и работал вместе с изображением. И получались какие-то замечательные совершенно образцы. И вот некоторые мы с Лерочкой Теревердиевой расшифровали. Я немножко отредактировал их для концертной сцены. И сейчас, например, сыграю два фрагмента. Это «Тихая музыка», два рэк-тайма из фильма Сергея Русулика «Русский рэк-тайм». Вот просто две таких импровизаций. Мы живем здесь в окружении не только прекрасной природы. Вот прямо, если пройти по участку, через буквально 80-100 метров мы выходим на песчаный берег Финского залива, переведим Кронштадт. Слева мы видим Сестрорецк, где была, кстати, граница между Россией и Финляндией. А если туда присмотреться направо, то мы увидим и саму Финляндию. Сзади у нас лес. Мы находимся практически на границе двух поселков Репина и Комарова. И вот Репинский, Комаровский, а дальше у нас Териоки, Зеленогорск. И вот эти дачи, многие из которых сохранились, это какое-то совершенно отдельное чудо. Ну, даже сама дача Репина, Пинат, где мы обычно в рамках нашего фестиваля в сторону Выберга всегда проводим обязательный такой и очень душевный дачный концерт прямо в гостиной Ильи Ефимовича. А вот дача, которую я уже, которую воспела Белая Ахатовна, несколько сохранившихся изумительных дач в Верхнем Комарово. Чудесная дача здесь. Когда-нибудь приезжайте, я проведу экскурсию, я обожаю это делать, в четырех километрах при въезде в Териоки, в Зеленогорск, находится чудесная белая дача. Я выкладывал ее в Фейсбуке и получил огромное количество лайков. Ее в народе называли дача, и до сих пор называют дача Маннергейма, вилла Маннергейма. На самом деле это не так, конечно, но неважно, это шедевр абсолютно северного дачного модерна. И когда на велосипеде объезжаю эти дачи, я получаю какой-то каждый раз какое-то изумительное впечатление и понимаю прекрасно вообще, как мне повезло, в каких дивных пространствах природы и в общем архитектуры я здесь нахожусь. В это же время, когда строились эти дачи, в Париже композитор Рексати писал свои фортепианные пьесы. Это легендарная, эксцентричная, парадоксальная личность, который человек, музыкант, который повлиял на весь мир искусства Франции, Парижа конца 19-го, начала 20-го века. Он писал исключительно такую фортепианную музыку, записывал свои сочинения красными чернилами. Вот так. Кстати, Рексати наверное был бы сейчас абсолютным миллионером. Ну, вообще в принципе его музыка очень часто звучит и используется в кинофильмах. Но он бы точно получал колоссальные деньги за то, что именно ему я недавно об этом узнал принадлежала идея создания так называемой фоновой музыки для гостиниц, ресторанов, магазинов, книжных, кофеин. То есть собственно говоря, вот топеры я сейчас не имею ввиду кабаре, да, а вот топеры в клубах и в ресторациях и в гостиницах появились легкой руки и река сати, между прочим. Вот. и сейчас я сыграю то, что я очень давно не играл и специально как бы решил, что сегодня это сыграю. Это знаменитая музыка Три Гносиены для фортепиано. Я обожаю их и весь мир их обожает. Они, конечно, очень известны, они звучат во многих-многих кинофильмах, но я помню, что вот первый раз я это услышал, вы сейчас очень удивитесь, это была очень тонкая и драматичная документальная картина о судьбе Галины Брежневой. Голландская картина, которую режиссеры снимали, Галину Леонидовну, в последние годы ее жизни. И это очень печальная картина. Я впервые тогда услышал музыку Ирика Сати и даже спросил, откуда, что это за чудо. А это чудо так соответствовало настроению картины и тому образу, в общем-то, трагической кулонессы, которой стала дочь первого секретаря ЦК, меня тогда это поразило. Ирика Сати повлиял на Равеля, на всех тех знаменитых композиторов так называемой французской шестерки. Им восхищались, его мнение ждали, его фраза очень дорого стоил, его вкус приветствовался всеми. И вот я сыграю сейчас три в Носиены Ирика Сати и перенесемся в Париж конца 19-го, начала 20-го века. Я не знаю, какая аудитория у нас сейчас подключилась, но я просто очень хочу сказать и передать привет моим друзьям. Я знаю, что многие мои друзья сейчас со мной. я соответственно с вами, конечно, и мне очень приятно, что аудитория у нас очень большая. Это и Москва, и Петербург, и Пермь, и Екатеринбург, Суздаль, Владимир, ну, Иваново. Я знаю, что нас смотрит сейчас Лондон, я знаю, что нас смотрит Подмосковье, мои друзья в Америке. Я могу кого-то, какой-то географический объект не назвать, но я чувствую и по тем сообщениям, которые мне пришли в Фейсбук, что нас сегодня много, и я просто хочу сказать, что я очень соскучился, и, конечно, мы будем восполнять, как только нам разрешат дефицит нашего общения. Я очень этого жду. Я думаю, что мы все. Кстати, я буду признателен, если вы будете задавать вопросы, и я буду на них отвечать. Вот даже уже пришел какой-то вопрос, я с удовольствием прочитаю. Ну, это оценка моей деятельности. Я правильно понимаю, что Алексей Эльбекович себе подпевает. В принципе, совершенно полезная привычка для любого хорошего музыканта, но только фонитом следует. Да, я немножко подпеваю. Я не знаю, я не копирую таким образом Глена Гульда, но я стараюсь, конечно, на записях надавить, как говорится, на горло собственной песни, вот, и, конечно, я то же самое делаю, когда выступаю с певцами, вот, но, да, немножко подпеваю. Маша Кудрявцева спрашивает, Маша, привет, какая музыка больше всего подходит Репина? Ну, вот, наверное, Машенька та, которую я сейчас играю, но мне вообще Катя сказала, чтобы не было бравуры, чтобы вот было такое вечернее ощущение, а у нас сейчас практически, в общем, начались белые ночи, вот, но вот, мне кажется, и Рикс Айти подходит, и Северного Модерна, и очень Белли Ахмадулиной подходит, и вообще, как бы, настроению. Здесь есть некая печаль вообще вокруг нас, есть, ну, она связана просто с трагическими судьбами Серебряного века, я могу об этом очень долго рассказывать, но сейчас бы, я потом еще отвечу на вопросы, спасибо, Саш, отвечу на вопросы, сейчас я бы хотел сыграть две вещи Исаака Шварца, которые здесь, до того, как он переехал в Северскую и была построена дача, где теперь есть и мастерская, и дача, и вот Антония Владимировна Нагорная Шварца построила уже концертный зал имени Исаака Шварца, и вот до того, как все это произошло, Иосифович много проводил времени здесь, и писал музыку к своим знаменитым фильмам, и к своим знаменитым спектаклям, и я сейчас сыграю два фрагмента музыки Исаакосича, значит, один первый, это вообще я это редко играю, но я это записал, эта пьеса называется «Объяснением любви» из кинофильма «Мужские портреты», ну, вы знаете, это просто какое-то, на мой взгляд, такое приношение с одной стороны Шопену, и какие-то отголоски музыки даже 17-го, 18-го века, вот, я очень люблю эту пьесу, и вот она как раз тоже, Маш Кудрявцева, я говорю, что вот, мне кажется, она тоже вполне соответствует атмосфере вот этой вот красоте, и вот эти сумерки начинаются, да еще солнце, кстати, не село, солнце сядет где-то в начале 11-го, да, макушечки деревьев она сейчас освещает, очень вот подходит тоже по настроению, вот я люблю очень эту пьесу. Вопросов вообще очень много, большое вам спасибо. Вот, Кирилл Радин спрашивает, есть ли у Десятникова, мы сейчас будем говорить, Олег Аркадьевич, фрагменты музыки к фильму Серп и Молот, пока нет, но вообще вы попали в точку, потому что вообще планируется вот создание такой сюиты и совершенно правильно, потому что это практически может быть очередная симфония у Десятникова. Видеоряд дома композиторов хотелось бы посмотреть. вы знаете, ну, может быть, в следующий раз, вообще, для того, чтобы, можно, конечно, сейчас, я могу с телефона показать что-то, но, мне кажется, просто нужно приехать, и это будет, это будет правильнее, мне кажется. так вот, Саша, спасибо большое. Я хочу сказать, что вообще вот это все организовали двое молодых людей, замечательных, Галина и Александр, которым я очень признателен за оперативность и, в общем, так сказать, быструю организацию вот этой нашей съемки. Я сейчас смотрю на себя в экран и вижу, что, ну, ничего, в общем, в принципе, такой самоизоляционный, вполне себе живой, еще паренек. Друзья, я обещал рассказать об этой даче. Я, конечно, с удовольствием и, опять-таки, я буду говорить и с трепетом это сделал. Здесь жили многие замечательные композиторы. Вот совсем недавно я узнал, что здесь жили Родион Щетрин и Майя Пресецкая и очень любили эту дачу и очень любили эту веранду. вот, которая сейчас напротив меня. Здесь, конечно, жили, ну, как сейчас принято говорить, статусные композиторы, потому что негласно, наверное, до сих пор это, в общем, мемориальный и такой очень важный коттедж. Здесь работал Андрей Петров, Владислав Успенский, сюда заглядывал Георгий Свиридов и многие. Валерий Гаврилин, конечно, жил и здесь и в 16-м двухэтажном коттедже, где он общался рядышком с Белой Ахмадулиной. Многие, многие. Но, конечно, Дмитрий Шостакович, 14 лет подряд он приезжал сюда и вот, в общем, многие мне подтвердили и Людмила Григорьевна Ковнацкая, которая тоже жила в этом коттедже и сейчас, Людмила Григорьевна, огромный вам привет, просто персональный, потому что это наш профессор и наш просто любимый человек. И Михаил Григорьевич Бялик говорили мне и подтверждали, что, в общем, практически весь поздний Шостакович, начиная с 1961 года, по Альтовую сонату, последнее сочинение Шостаковича, так или иначе или писалось здесь, или набрасывалось, или обдумывалось, а это ни много, ни мало. Скажем, три последних симфонии, 13-е, 14-е, также три последних квартета, 13-е, 14-е, 15-е. Кстати говоря, 13-й квартет, вот у меня здесь висит ксерокопия руки Дмитрия Дмитриевича, где он пишет о том, что, когда я бываю в Репино, я очень много работаю. В 1900, сейчас секундочку, да, в 1973 году я сочинил здесь целиком свой 13-й квартет. А в 74-м, через год, он пишет, Шостакович, я оркестровал свою сииту для меца-сопрано и фортепиано на стихи Марины Цветаевой. Здесь написаны сатиры, здесь, конечно, набрасывалась альтовая соната, капитан Лебяткин, Микеланджело, ну, то есть, практически, вот как я сказал, весь поздний Шостакович, и вот к этому роялю прикасалась его рука, поскольку, поскольку этот концертный рояль стоял не в этом коттедже у Шостаковича, он стоял в концертном зале, который располагается чуть дальше туда, в глубину леса, вдоль залива. Но, поскольку, поскольку, конечно, Шостакович показывал и ученикам, и просто композиторам, которые здесь находились, свою музыку, он, в общем, в принципе, конечно, совершенно не боялся, что у него будут списывать, и поэтому с удовольствием делился тем, что, как бы, он написал. За этим инструментом, конечно, он очень много, и сюда к нему приказалась рука Шостаковича многократно, я вас уверяю, многократно, потому что он, скажем, с Борисом Тищенко, со своим учеником играл четыре руки в ансамбле, показывал симфонии и квартеты. Ну, вот эта дача, в общем-то, она у нас, вот, в общем-то, и именуется коттедж Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич вот здесь на веранде принимал Ирина Антоновна. Приезжали ученики, бывший пиономик и Борис Иванович Тищенко, Владислав Успенский. Конечно же, здесь много бывал Венин Баснер, который потом построил себе дачу в Верхнем Репино, ну, конечно, он сюда, так сказать, Дмитрий Дмитриевич многократно приходил и даже возил Шостаковича на Щучье озеро, и есть масса фотографий на Щучьем озере, скажем, да и, конечно, есть масса фотографий Дмитрия Дмитриевича и на веранде, и на крыльце этого дома. И у нас последние вот 20 лет стоит бюст Дмитриевича, который вот виден отовсюду, и вот сначала мы немножко боялись, а потом, в общем, привыкли. Конечно, меня спрашивают часто, а вот Десятников, когда здесь живет, еще раз спасибо Леонид Аркадьевичу за эту возможность нам здесь находиться, или там, скажем, ты, когда здесь работаешь, чувствуешь ли какое-то вот давление? Нет, я сразу говорю, никакого давления нет, есть просто ощущение, ну, какого-то, наверное, правильного уюта, и, ну, я думаю, конечно, время от времени, кто здесь жил, но просто давления нет, вот просто, наверное, в силу того, что Дмитрий Дмитриевич был очень хороший, очень трепетный человек, я так думаю, вот. Молодой Шостакович написал цикл «24 прелюдия для фортепьяно». До этого такие циклы писали Сергей Рахманинов, Клод Дебюси, ну, выдающийся цикл у Фредерика Шопена, у Баха, «24 прелюдии и фуги», два тома, как я уже сказал, 24 коттеджи у нас во всех тональностях, вот, и вот за это время самоизоляции несколько, вот у меня было выходов, в частности, вот на сайт, на портал «Фонтанка.ру» я провел два таких стрима, и очень благодарен. Я вот сейчас веду YouTube-панораму в любимом Ельцин-центре в Екатеринбурге и тоже там, значит, какие-то делаю подводки к тем рекомендациям, к тем произведениям-исполнителям, которых я рекомендую нашему просветительскому циклу послушайте. Вот. Я «Букавинские песни» для «Фонтанки» сыграл, но не все, конечно, они очень долго звучат, это приблизительно 45 минут, вот, но я подумал, что я, наверное, сегодня сыграю те «Букавинские песни», те «При Люди», которые я не играл вот в предыдущий раз, вот, потому что я очень скучаю по ним, и должен был их вот сейчас, во время карантина, сыграть в Большом зале Минской консерватории, где должен был состояться первый авторский вечер Леонида Десятникова в Минске и Белоруссии. Все очень этого ждали события, готовились к нему, но вот, к сожалению, это, наверное, перенесется на неопределенный срок, будем надеяться, что хотя бы на осень. Ну, опять-таки, это все оценочное, спасибо большое, спасибо всем, кто пишет, мне очень приятно, это совершенно замечательно. «Ак Мюзик Продакшн» спрашивает, какие у вас творческие планы на следующий сезон? Я могу сказать, что это очень хороший вопрос, потому что творческих планов у нас много, сможем ли мы их реализовать в том объеме, в котором мы их задумали, мы не знаем никто, потому что мы не понимаем, когда откроется сезон, как он откроется, в каком формате будет приходить публика, сколько ее будет приходить, будет ли она в перчатках и в масках, или, например, разрешат все-таки в зале перчатки и маски снимать, что будет на сцене, какие будут форматы на сцене, как будет стоять хор, если, так сказать, они привыкли, так сказать, чувствовать локоть друг друга, оркестр с чуть большим расстоянием играет. Мне кажется, как раз, что, скажем, камерная музыка будет востребована, потому что не так много людей, и мы можем, мы всегда находимся, в общем, на социальной дистанции, когда мы играем, ну, по крайней мере, если это трио, то Скрипачу нужен размах для правой руки, Вилан Чилисту, соответственно, тоже, так сказать, где-то сесть, да, и фортепиано. Вот. Пока, пока непонятно. Ну, я могу сказать, что вот главное, что хотелось бы отметить, вот ближайший план какой, это балеты, вечер однократных балетов на музыку Леонида Аркаевича Десятникова, который задуман к его небольшому юбилею, который будет происходить в октябре месяце, и это замечательная идея Кати Барова и Саши Сергеева, продюсера и танцовщика, поддержанная Вячеславом Самодоровым. Четыре хореографа ставят не написанную для балета музыку Десятникова, это будут и вариации виолончейные, и старый шарманщик, и фортепианные пьесы, и эскизы к закату ставят Андрей Кондановский, вариации ставят Максим Петров, замечательный, из Мариинского театра, а шарманщика ставит Антон Пимонов, который танцевал шарманщика. Венчает все это дар кантата с большим количеством участников, вот чего я боюсь больше всего, потому что это и большой ансамбль, практически маленький оркестр, оркестр камерный, а хор, солист, тенор, и плюс еще танцовщики. Вот пока мы не знаем, будет это все в Екатеринбурге намечено, Я, конечно, очень надеюсь, что мы продолжим в Ельцин-центре наш музыкальный цикл «Послушайте», который вот буквально за полтора сезона обрел значительное количество желающих просто с нами быть вместе в этом движении, интересные очень программы, очень надеюсь, что в октябре мы тоже откроемся. Вот, я надеюсь, что здесь, в этих пространствах, Карельского перешейка, от Репинских пенат, через Дом творчества, через Комаровский музей Ирины Снеговой, в Терриоке, в музыкальную школу и в Лютеранскую церковь, и, конечно, в Выборг продлится вот наша многолетняя история, наш 13-й, кстати, 13-й фестиваль в сторону Выборга в этом году, но, может быть, нам в школу не разрешат, но, может быть, мы сможем сыграть хотя бы, ну, скажем, в музее у Репина, да, и в Альваро-Алта, наш традиционный галоконцерт, куда хотелось бы, чтобы все наши друзья и Олеси Петровой, и Боря Пенхасович, и многие-многие-многие, те, кто, так сказать, на фестивале многие годы Юли Карпачева, наши инструменталисты прекрасные, Рустам Камай, кстати, Рустам, вот мы задумали, мы задумали с Рустамом сыграть бетховенский цикл, так называемый, для виолончели фортепиано, это пять сонат и три цикла вариаций, это два вечера, два концерта по кронометражу. В Москве к юбилею Десятникова планируется показ вот этого балетного, показ этого балетного вечера в Театре Станиславского, также планируется показ в БДТ, на фестивале Дягилев ПС, и вот будем надеяться, что это произойдет. Танечка Сергеенко, мечтаю услышать тебя с Рустамом. Я сам мечтаю услышать тебя с Рустамом, Танечка, так что welcome на концерты. Вот кто-то пишет, что думает о молоденьких фигуристах, кое-кто, кстати, под Эрика Сати катался, да, конечно, эта музыка очень популярна. Вот, а, кстати, закат, вы знаете, закат Десятникова, существует в виде сюита, которую вот в нашем проекте будет ставить Андрей Кондановский, а существует еще две пьесы из этого же, из этой же сюиты для скрипки и фортепиано, по просьбе Гедона Кремера, они были, так сказать, ну, просто аранжированные автором для скрипки и фортепиано, и Мишель Кван, свою олимпийскую программу, фигуристка, один из фрагментов, финальный фрагмент своей олимпийской программы, которую она выиграла, она стала олимпийской чемпионой, как раз использовала эту запись Гедона Кремера с Майзенбергом, и звучала, звучала Десятниковская танго, вот, видите, тема фигурного катания внезапно возникла у нас, что, в общем, мне очень близко, потому что мы с Полиной Осетинской, как вы знаете, абсолютный фан. Маша Кудрявцева, Машечка, спасибо, что были. Про зарубежные гастроли я пока ничего не могу сказать, я только могу сказать, что фонд Март и продюсерское агентство Екатерины Барар планируют показ вот этих Десятниковских одноактных балетов в разных странах и в разных столицах мира, вот, поэтому будем, будем, ну, как-то вот, надеяться, что, что, вот, кто-то пишет, что не надоел. Вот, вы знаете, я думаю, что, может быть, мы уже как бы будем закругляться, хотя я еще готов отвечать на вопросы и готов тоже играть, вон там полно нот лежит, и я могу, так сказать, все что угодно, вот. Но пришел Володя Раннев, значит, Володька, иди сюда, да, пришел, пришел композитор Владимир Раннев, мой друг, иди сюда. За мангалом. Да, осторожно переступай, очень осторожно переступай, да, вот, сядь сюда, покажись людям, покажись людям. Здравствуйте. Да, вот пришел Володя, мне очень приятно. Я пришел за мангалом. А ты пришел за мангалом, да, у нас запланирован Володя, я просто сейчас скажу. Дело в том, что Володя, значит, уезжает по рабочим своим планам, театральным из Репина на минимум две недели, и мы решили сегодня сделать такой прощальный прощальный мангал. Вот, Володька, значит, смотри, я сейчас вот, что хочу сделать, потому что, я не знаю, смотрел ты или нет, но я вначале, вначале сыграл твой вальс, ты знаешь, я бы хотел сыграть его еще раз в твоем присутствии, поэтому садись вместе с Сашей в кресло, вот садись, да, а потом поставишь мне оценку. Вот. Знаете, почему? Почему? Еще раз, потому что, может быть, вначале не все подключились, может быть, пока, так сказать, это все прилаживалось, все эти наши, вот эти все медийные, мультимедийные дела, может быть, не все услышали это раз, а во-вторых, я вообще убежден, что современная музыка должна вот просто звучать сразу два раза подряд, потому что первый раз это ознакомление, а второй раз это уже какое-то погружение в эту музыку, да, пока она не станет уже со своей историей, со своим исполнительским, там, багажом и так далее, бэкграундом, вот, поэтому я, кстати, я бы такие вещи практиковал, просто на премьерах подряд играл две, ну, два раза просто новое произведение, вот, поэтому вальс Владимира Раннева будет венчать музыкальную часть нашей программы, но на вопросы, значит, я Володю упущу, значит, через этот вход он заберет мангал, но на вопросы я могу еще отвечать. Раннев, вальс 300. Единственное, что, Сашенька, очень большая просьба, я понимаю, что там нужно что-то делать, но, да, послушай, пожалуйста. Вообще, еще раз, ребят, вам огромное спасибо, потом вы покажетесь, я хочу, вас увидели, потому что это не просто технические специалисты приехали, это Ромео Джульетто просто приехали ко мне, понимаете? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Это был Вальс 300 Владимира Раннего Ну что, есть какие-то вопросы, да? Вообще, вы знаете, огромное спасибо, ты пошел за мангалом, да? Спасибо, Сергей Брюшев. Ты одобряешь работу? Покажись, покажись. А где камера-то? Я буду посмотреть. А вот неважно, ты видишь себя. Да, наивысочайшая оценка с плюсом, ваша зачетка. Прошел, все, распишитесь. Володчик, А.Кулакова Ты знаешь, где мангал в Женске? Ты знаешь, сейчас одну секундочку я провожу. Там, если закрыто, то... Что я хочу сказать. Катя, Бочева, большое тебе спасибо за эту идею, за возможность немножко поиграть вечернюю музыку в 20-м коттедже в нашем Доме Творчества. Огромное спасибо твоей галереи и вообще то, что вот это произошло. Дорогие друзья, огромное вам спасибо, что вы купили виртуальные билеты и пришли в наш виртуальный концертный зал на берегу Финского залива. Для меня огромная радость была просто осознавать, что вы вместе со мной и это огромное, огромное, вот тоже, в общем, скажу просто это слово счастье. Я очень надеюсь, что мы в скором времени все-таки увидимся и на сцене, и в зале. Я приветствую моих коллег, я знаю, что смотрят и мои коллеги тоже. Я, так сказать, вот просто очень солидарен с вами и, ребята, скоро, скоро мы опять зажжем.